Рад приветствовать вас на своем канале Классическая поэзия и проза. Подписывайтесь, ставьте лайки. По мере возможности поддержите канал. С уважением, к вам ваш Павел Беседин. Василий Авинариус Зацаревича. Историческая трилогия. Книга 2. Сын Атамана. Историческая повесть из быта запорожцев. Глава 1. Конь о четырех ногах, да спотыкается. В лето от Рождества Христова, 1604, в знойный июньский полдень, украинскую степью, Днепровским порогом пробирались два всадника. Степные травы были так высоки и пышны, что всадники то вовсе в них исчезали, то выплывали опять по пояс. Безбрежная девственная степь кругом была совсем безлюдна. Но там и сям паслись стадали лани, сайк, олени, которые при приближении непрошенных гостей пугливо разбегались в густой траве, в солнечном воздухе копошились и кружились, жужжали и стрекотали миллиарды всяких насекомых, в невидимой вышине заливался жаворонок, порою проносилась стая лебедей, сверкая белыми крыльями на яркой лазуре неба. А ведь правда твоя, Данила, хороша ваша степь, дивно хороша, говорил младший всадник атлетического сложения юноша лет 22, вдыхая полную грудью теплый воздух, напоенный здоровым благоуханием диких степных растений. Во все вишь концы света растянулось без конца и без края, что море и океан, а кругом все же Божий мир и живет, и Бога славит. Говорил юноша по-русски, хотя по наряду можно было принять его за поляка, под пыльным капелянком виднелся малинового сукна, расшитый золотом кунтуш. На русых кудрях была надета дорогая соболья шапка, соколиным пером и крупным изумрудным аграфом. За поясом красовались турецкий кинжал и две пистоли в богатое праве. Сбоку бряцала кривая турецкая шашка. За спиною было прицеплено немецкой работы ружье. В смертном бою один на один такой противник должен был быть страшен, но открытый взор молодого богатыря светился таким миролюбием, что нельзя было даже представить себе его поднимающим на ближнего руку. Великолепный вороной аргамак, казалось, гордился своим седоком и выступал легко, резво, точно не сделал уже в это утро перехода в полсотню верст. Товарищ юноши, названный им Данилой, сизоносый, сивоусый, толстяк не имел с ним по виду ничего общего. Под жарой казацкий конь слышно храпел под его тяжелую тушью, так и выпиравший из него алого, а теперь буропегого каптана. Откидные рукава каптана давно потеряли на заковрашах свои петли, застежки и были завязаны узлом за спину, но от быстрого движения вперед они развивались за спиной усадника наподобие крыльев, а его полинялые когда-то синие шаровары раздувались парусом, делая его еще толще. Насаженная на самый затылок остроконечная шапка с кисточкой и потертым околышком открывала большой бритый череп с оршинным осельцем, закрученным лихо на левое ухо. Это типическая особенность совокупности с задорно-беззаботным выражением лица, с молодецкой посадкой и воинской сбруей, двумя пистолями, паночкой саблей сестрицею, рушницей, мушкетом и казацкой плетью, малахаем. Не оставлялись сомнения, что то был истый запорожец. Данила слушал своего юного товарища самодовольной высмешкою. Так, ловко сбивая при этом своим малахаем пушистые головки степных цветов, точно то были головы проклятых нехристей татар или турок. В это самое время с хищным криком взмыл вышину ястреб и с распростертыми крыльями повис в воздухе, высматривая себе внизу живую добычу. «Постой, разбойник!» – сказал Данила, сорвав с плеча мушкет и, насыпав на полку пороху, нацелился в хищника. Грянул выстрел, и ястреб, раненый насмерть, полетел в стримглав со своей вышины. Но распластанные крылья дали ему боковое спиральное направление. Не успел товарищ Данилы отдернуть назад своего аргамака, как падающая птица, со всего размаху задело коня крылом по морде, а затем шумом хлопнулось ему под копыта. Горячий конь, навостривший только уши при звуке знакомого ему ружейного выстрела, не ожидал такого нападения с вышины и шарахнулся в сторону. Хозяин его усидел в седле, но сам аргамак оступился одной ногой в глубокую яму, а когда сгоряча разом выдернул ее оттуда, то шибко захромал. «Ах ты, бисова птица, чтоб те мухи съели!» – отругнулся запорожец и соскочил назем. «И угораздилась какого-то дурня овражка вырыть себе тут норку. Дай-ка, княже, осмотреть мне ногу твоего вихря». Взяв в руки ногу вихря, Данила стал бережно ее ощупывать. Конь нервно вздрагивал и дергал ногой. «Ну, что, Данила?» – спросил молодой князь. Тот снял шапку и всей пятериней почесал в корни чупрыны. «Ий же грех какой! Вывих, что ли? Вывих, да такой, что не только маслесть тебе надо будет, а навсегда почитай, распроститься с твоим добрым конем». Юноша тотчас же спешился, и к горе своему должен был убедиться в справедливости слов запорожца. «Что же нам теперь делать с ним, Данила?» – упавшим голосом спросил он. «Гладя бедного коня по роскошной гриве. Да взять пистоль и пристрелить. Что ж больше? Ни за что!» – исключал молодой владелец Аргамака, и на глазах у него навернулись слезы. «Может, он еще оправится? Не надейся, княжа. Никакой знахарь такого вывиха не вправит. Коли у самого тебя рука на любимца своего не поднимается, то я его за тебя прикончу. Нет-нет, Данила. Пускай живет себе на покое, да коль не помрет своей смертью. Эх, Михаил Андреевич, очень уж ты сердоболен. На кого же мы его здесь в степи оставим? А не будет ли на пути у нас поселья какого? Сдать бы его на руки добрым людям? И впрямь ведь есть хоть и не мирское поселье, так монастырь, православный монастырь, Самарская пустынь, запорожский наш Иерусалим. Что же лучше? И недалече. Да к ночи, почитай, доплетемся, там и заночуем. А теперь, княже, садись-ка на моего буланку. Садись сам, Данила. Я тебя вдвое моложе. Эвана. Ты, господин, я слуга. Да я же всему причинен. Ну, так давай хоть чередоваться. Отце добро. Там уже увидим. А теперь-то, Михаил Андреевич, садись, пожалуй, уважь меня. Князю Михаиле пришлось уважить пожилого слугу. Данила же вырвал перо из ястребиного крыла и прицепил себе его на шапку. После чего запалил люльку на согрейку и взял за повод инвалида Аргамака. Гайда. Глава вторая. Кое-что о запорожской святыне и о кашевом атамане самой Лекошке. Ты назвал, Данила, эту самарскую пустынь запорожским Иерусалимом? Заговорил снова князь Михаил. Что же? Там запорожцы грехи свои отмаливают. Подлинно, что так. Обитель это для каждого запорожца первая святыня. Знаешь ли ты, Михаил Андреевич, как она основалась? Как? А вот, слушай. Пуская из своей на согрейке дымные кольца, слабоохотливый запорожец стал рассказывать историю самарской обители, уснащая свой рассказ не всегда уместными прибаутками, но и сквозь них слышалось искреннее благоговение, которое внушало ему, как всем запорожцам, их первая святыня. Вкратце история эта сводилась к тому, что лет 30 назад, в ту самую пору, как воевода польский Стефан Баторий принял в Кракове венец королевский, на восточной окраине Запорожье, на безлюдном острове, опоясанном двумя самарами, старой и новой, проявились два старца-перехожие. Долго мыкались старцы по белу свету, пока не обрели здесь мирного пристанища, в густой дубовой дотовще, а в каменной пещерке, словно бы самим промыслом Божиим, приготовленной для их бдения иноческого. Но напрасно уповали старцы провести тут безмятежно остаток дней земных в молитвах о спасении душ своих и чужих. Откуда ни возьмись, нагрянула на остров Ватага Молодецкая и, не трогая святых старцев, соорудила себе в самой гуще дикого бора потайное подземное жилье. По дням и по неделям бывало, добрых молодцев нет на острове, ни слуха, ни духа. Зато, как возвратятся с похода, так пойдет у них бесшабашная гульба, пьяный крик и брань богомерзкая на много-много дней. Намекнулись тут два отшельника по хмельным речам буйных молодцев. Что-то вольница разбойничья, каменники, хоронившиеся до толи в каменистых пещерах днепровских и выжатые оттуда вольницей казачьей запорожцами, не обижали они божьих старцев. Что говорить? Снабжали их еще в досталь и хлебушком, и рыбицей. К слову, и пособляли им и воду носить, и грядки копать на огороде. За все таковые услуги поручаем одно лишь – перед Господом Богом замаливать их, молодцев, неподобные мирские деяния. Не возмогли, однако ж, благочестивые иноки доля выносить соседство нечестивцев. А как те под угрозой смерти возбраняли им отлучаться с острова и общаться с простыми мирянами, то изговорились старцы промежь себя, скрипя сердце, тайком покинуть свой угол обетованной. Выбрали они ночку осеннюю, безлунную, когда вольница ушла опять за дуваном. С опаской и бережью великою в лодке утлой переправились через речку. Да, убежишь этак, как бы не так, с оглядатой молодцев, перехватил бегунов и вернул назад. Каменники же пальцем их не тронули, установили только пущий надзор. Но дабы старцам способнее было посылать к престолу Всевышнему свои чистые мольбы за них, нечестивых, вырубили посреди лесной чащи обширную площадку и поставили им тут настоящую иноческую келью. Отмаливали грехи их богомольные иноки. Да недолго выследили вольницу-разбойничью казаки-запорожцы. Кого зарубили, пристрелили, кого в полон забрали, досередь большой дороги на виселице казнили. На семена не оставили. Для двух старцев же праведных соорудили деревянную церковь. Во имя святителя Николы завели при ней шпиталь для хилых и бездомных, лыцарей, а обороны ради обвели обители еще фортицей окопом. И пошел тут слух об известных да то ли двух отшельниках по всему казачеству. Начали стекаться к ним на богомолье и стар, и млад. Напросились на житие вскид их и другие схимники, и стала Самарская пустынь новым Иерусалимом всего Запорожья. А святые старцы те и доселе еще здравствуют, спросил князь Михайло, умолкнувшего рассказчика. Куда? Отвечал запорожец. И меньшему из них в те поры было, почитай, за девяносто лет, а то и вся сотня. Правит, но не обители у запорожцев, не запорожец, а все же из ратных людей, отец Серапион. А в житии тоже строг. И, боже мой, правит твердую ратную рукой, никому повадки не дает, ни монастырской братье, ни нижемирским грешникам. Зато уже знаешь, коли сложит отец Серапион гнев на милость, отпустил тебе твое прегрешение, так стало и Господь тебя простил. Вот за что он люб нам, запорожцам, и за что мы его ни на кого другого не променяем. Перед смертным часом хоть ползком, а доползу до Замарской пустыни к отцу Серапиону, повинюсь во всех своих грехах и вперед знаю, разгромит он меня пуще грома небесного, а там приютит, успокоит. А грехов за тобою я чаю немало, улыбнулся Куркурпский. Немало, милый княжи, ох, как немало, вздохнул запорожец. Да и как им не быть, коли служил столько лет под самой лайкошкой? А, это кашевой атаман ваш, что ли? Знамо, что кашевой. Ужель и ты про кошку ничего не слышал? Страшный вояка. В Туречине лютовали мы с ним, прости, Господи, так, что вспоминать аж его жутко. Попадет сатугой турчан, молдаван, сказать, не хочет, где сховал червонцы. Велит нам кошка развязать ему язык. А ну-ка, хлопцы, наденем ему на голову червоную шапку и наденем, облупим голову ножами. А ну-ка, хлопцы, обуйте его червон и чоботы. И обуем. Огнем палящим пятки под печем. Но это не человек, а зверь. Да, крут, что говорить. Зато сам впереди всех на врага шел и шли мы за ним без оглядки и в огонь и в воду. Однако ж ты сам, Данила, ушел-таки, наконец, от него. Не в терпешь, видно, стало. Уйти-то ушел. Да не за того. Из-за чего же? По правде сказать. Из-за голодухи. Наше войско запорожское ведь, как ведомо тебе, стоит на Днепре, охраной кресту святому от погони бусурманской. Но зато знает нам цену и король польский. Затеял он свару с королем свейским, Карлом, и зазвал нас на Карла в землю инфлянскую. Ливония тоже прозывается. Ливония или Лифляндия. Как же? Инфляндии. Я же говорю. Ну вот, стали мы, казаки, на стороже против карловых куб. Расставили бикеты по всем дорогам, несли нашу службу верой и правдой. Да казна, знать, уляхов, в конец опустела. Писал кошка и раз, и другой, и третий, коронному гетману их Замойскому, чтобы выпросил у его королевской милости жалование казакам, что амуницией мы совсем-то обносились, что и в продовольствии великую нужду терпим, а от гетмана ни ответа, ни привета. А тут подошла осень непогодная, бездорожье великое, пришла и зима с метелями, с морозами лютыми. От холода и голода завыли мы волками и пошли на утек. И ты сам с другими? Да чем же я лучше других? Утек ведь не из скорости какой, а живота своего ради. От мокроты и стужи крепко так занедужился, заломило во всех суставах, так, хошь бы, к черту на рога. А что же ты, Данила, небоязно попасться опять на глаза кошке тебе? Ведь он все еще атаманствует у вас в сече. Кажись, который год уже выбирают. Да ты меня, княже, ему ведь не выдашь? Страшен черт, да милость ли в бог? Да и то сказать, сам кошка не святой человек. Променял жинку на тютун и люльку. Так он женат. Но ведь запорожцы в сече, я слышал, все холостые. Холостые. И нет у них никакого добра. А кроме коня, да оружие ратного. А женисься, обабисься, пошел вон по кругу, живи простым казаком. И отрекся кошка от жены, от ребят. Ушел назад в сечь. Да и то сказать. Жинка у него не из казачек. Выкрал он ее из гарема у пса крымского, хана татарского. Хошь и окрестил потом веру христианскую. Повел под венец по обряду православному. Да все, видишь, иного роду племени. И ушел от нее в сечь. Зажил себе опять холостяком воякою. И вылез в кашевые молочина. Как бы завидуя славному вояке, вдохнул запорожец и хрипло затянул. Мы женок Мусима Любыды. На этом певец что-то поперхнулся. Эх, горло пересохло. Не заморить ли нам княжа червячка? И, не выждав ответа, он на ходу стал развязывать тарака за седлом своего господина, где был прицеплен мешок с дорожными припасами. Глава третья. Отец-вратарь и отец-настоятель. Ночное небо искрилось звездами, когда наши два путника добрались до того места реки Самары, где прежде, на памяти Данилы, имелся паром для переправы на монастырский остров. Парома уже не было, но взамен его был мост, нарочито построенный, как потом оказалось для удобства многочисленных богомольцев. Ворота обители были на запоре, и кругом царила полная тишина. Но запорожец разбудил тишину мощным ударом молотка, висевшая на воротах било, и в ответ с монастырского двора поднялся громкий собачий вой. Вслед за тем вдали замелькал огонек, шлепая лаптями по деревянным мосткам, показался с фонарем в руке старец-привратник, и чуть не был сбит с ног двумя громадными псами-волкодавами, которые с тем же неистовым лаем бросились к запертым воротам. «Чтоб вас пекло!» Амарила гаркнул на них запорожец. «Ни учтивости, ни вежества с именитыми гостями! Хоже бы ты, отче, поунял горлодеров-то!» Отец-вратарь загремел на собак с вязкой ключей и крикнул над треснутым фальцетом. «Цит-свы, скорлептины, аспиды, страху на вас нет!» «Что, отче, хорлапи?» Продолжал Данила. «Не зарыли тебя еще на погосте-то?» «Ну, пошли, пошли!» «Совсем осатанели!» «Ты что это говоришь, сыне милый?» И гораздо вслушивался. «Спрашиваю, поживу ли, поздорову ли?» «Жив, дочись, и здоров, по Божьей милости!» «Ох, ох, а сам-то ты, миленький, кто будешь?» Приподняв в руке фонарь, отец Харлампий под слеповатыми глазами старался между дубовых палец закрытых ворот разглядеть ночного собеседника. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Аль обознался. «Словно бы Данила Дударь!» «Он самый, с начинкой и потрохами!» «Ох, балясник! Откуда Бог принес?» Прошамкал старец, далеко не обрадованный, видно, такому гостю. «Да ты, кажется, и не один!» «Нет, со мной великий боярин, посланец царевича Московского!» «Так и доложи отцу Серапиону!» «Не боярин, а сын боярский!» «Поправил слугу своего Курбский!» «Да не обеспокоить бы нам отца-настоятеля!» «Верно започивал!» «Благодарная скромность, благородная и мягкий голос говорящего, а еще более, быть может, сама наружность его, несколько позволял разглядеть мерцающий свет фонаря его, склонили старца в его пользу. И ответ его прозвучал значительно приветливее. «В келье отца-настоятеля осю пору свеча горит, когда он отдыхает одному господу ведомо!» «Так благословить отче!» «Доложить ему!» «Дальние путники шибко, мол, приустали!» «А звать тебя?» «Как прикажешь?» «Я князь Курбский, Михаил Андреевич!» «Князь Курбский, Михаил Андреевич!» Повторил про себя отец Харлампий, как бы стараясь глубже запечатлеть новое имя в своей слабеющей памяти. «Посланец царя Московского, царевича, но не к вам в обитель. У вас бы нам только ночку переночевать!» «Князь Курбский, благословлюсь, доложу!» «Обожди маленько!» Гремя по-прежнему ключами, старец-вратарь зашлепал обратно к обители. Немного погодя, снова блеснул фонарь, забрякали падающие затворы, и тяжелые ворота со скрипом растворились. «Пожалуй, батюшка, пожалуй, милостивец, просим!» Освещая своим фонарем путем Бостю, отец Харлампий заковылял вперед по деревянным мосткам, тянувшимся через монастырский двор до самого крыльца. Отсюда же рядом крутых переходов и сеней они добрались до настоятельской кельи. Растянувшийся перед кельей на голом полу дневальный белец, безбородый малый мигом скачал на ноги и распахнул дверь. Наклонившись, чтобы не удариться лбом о низкую притолоку, молодой богатырь наш вступил через порог кельи. Посреди нее, очевидно в ожидании гостя, стоял сам игумен, но Корбский снял шапку, первым делом перекрестился уставно перед божницей с иконами в переднем углу, а затем уже повернулся к отцу Серапиону и попросил его пастырского благословения. Ростом настоятель был, пожалуй, немного ниже самого Курбского, но недостающая восполнялась поистине львиной гривой, которая густыми серебристыми волнами спадала на плечи, а осанка игумена была так строга, величава, что Корбский, прикладываясь к руке, показался сам себе недорослем перед этим могучим иноком, как бы вытесанным из целого векового дуба. Толстый посох с серебряным набалдажником служил ему, казалось, не столько для опоры, сколько для усугубления его непоколебимой силы. Недаром же пал на него выбор запорожцев. Только подняв голову, Курбский заметил, что века одного глаза у настоятеля закрыта, зато другой здоровый глаз глядел тем зорче и перед этим блестящим, насквозь пронизывающим взором юноша невольно должен был потупить свой собственный взор. Не приглашая гостя даже сесть, суровый инок приступил без обедников к допросу. «Ты сказываешься князем Корбским!» Строгий тон, а более еще, быть может, недоверчивость, проглядывающая в самой форме вопроса, задело юношу заживую, но он сдержал себя и ответил почтительно. «Не сказываюсь только, святой отче, а я и вправду Курбский, сын князя Андрея Михайловича, злоумышленника и изменника, царю своему и отчизне!» Курбский вспыхнул, и ответ его прозвучал уже самоуверенно и гордо. «Он с молоду до седых волос был царю своему самым верным слугою в благих его делах и в лютых же неистовствах и казнях ему точно препятствовал и не пожелал снести собственную голову на плаху. «Коли зато он злоумышленник и изменник, так, пожалуй, зови его так, а мне его память священна!» «Тише, сын, тише!» «Пометуй, с кем речь ведешь!» властно оборвал его игумен, постукивая по полу своим посохом. «Родитель твой, как-никак, а предался врагам царя Ивана Васильевича, полякам, не предался им отче, а искал у них бездомный приюта и защиты, детям же своим на смертном подре завещал, все же не забывать Святой Руси, родины предков, ойли!» «Сего я не ведал, женат же он был на полячке, на полячке, по римскому обряду, по римскому, но сам он никогда не менял своей исконной веры, равной меня, сына своего, дал окрестить, православие. Мрачные черты отца Серапиона несколько просветлели. «Почтоже, скажи, одежда на тебе польская, а потому, что мы с царевичем моим жили до сих пор меж поляков». «С каким это царевичем?» «С царевичем московским Дмитрием». «С тем, что проявился на Волыне у братьев Вишневицких, с тем самым». Прокоева сказывали, что он убит в Угличе, не убит, а спасся от наемных убийц Годунова. И король Сигизмунд в Кракове, и сейм польский признали его за подлинного сына Грозного царя, дозволили ему вербовать у себя рать противу узурпатора московского престола. «Я же уполномочен царевичем поднять на Годунова и съесть в Запорожскую, и с Божьей помощью подниму ее». Глаза юноши так и сверкали искренним одушевлением. Благородные черты его, просияв внутренним огнем, стали еще привлекательнее. Сам суровый схимик не мог им не залюбоваться, и с ласкою возложил ему на плечо руку. «Узнаю Курбского», – сказал он. «Таков был и покойный родитель твой. Огонь палящий. Тоже бывало, так и мечет искры из гневных очей. Но ведомо ли тебе, что на Запорожье было уже посольство от имени твоего царевича?» Такое известие сильно озадачило и смутило Курбского. «Господи Боже мой!» Пробормотал он. «Уже ли тем временем, что я замешкался по своему делу в Лубнах и с запорожцами без меня покончено? Покуда еще нет? Не полошайся по-пустому», – успокоил он настоятель. «Староста Истерский, пан Михайло Ратонский, поднял лишь Украину за твоего царевича и, в усердии своем, не спросясь даже, кажись, подослал от себя особых легатов Запорожья. Но те убрались, слышно, не солоно хлебавшие. Потому нет ныне настоящего главы атамана. А самой Лакошко. Дочислится-то он все еще якобы кашевым, но умом помрачился. И идут у них все чьи раздоры и непорядки. Вот беда-то какая! А ехать все же надо. Время не терпит. Только как бы туда добраться? И Курский сказал о напасти, постигшей его доброго коня. «Для столь верного слуги пристанище у нас найдется», – сказал отец Серапион. «А о замене его уже потолкуем. Но с тобой?» «Доложили мне, есть и другой слуга. Данила Дударь. Где ты обрел сие сокровища? У Вишневицких». «Он же запорожил свой человек. Воистину, что так. И знает его там, как бражника и бездельника в досталь. Не нажить бы тебе с ним хлопот. Но сердцем он добрый человек и предан мне не выдаст. Да смею он тебя выдать. Однако в пути ты, сыне, я чай проголодался». Отец Серапион ударил в ладоши. Появившемуся в дверях бельцу, он приказал отвезти гостя в панскую боковушку. И сказал отцу Келларю, чтобы подал туда с недий до питий. «Погодя еще загляну к тебе», – прибавил хозяин игумен, провожая молодого гостя до порога. Глава четвертая. Кто был сам отец Серапион? Панская боковуша, как показало уже название, была предназначена для почетных гостей. Тем не менее, никакой роскоши она не отличалась, за исключением развитиота с многочисленными большими и малыми образами, увешанными пасхальными яичками и пучками душистых трав. Низкое окно с частыми слюняными стеклами было заложено железной решеткой. Деревянные оттесанные стены, деревянный стол, широкие деревянные лавки. Все было крайне просто. На одной лавке был послан пуховик со сбитой подушкой. Тут же рядом на стальце табуретки была деревянная умывальная чашка, глиняный кувшин с водой, а на гвозде две чистые грубого полотна – полотенца. Пока Курский умывался от дорожной пыли, отец Келлер с двумя служками накрыл на стол. Был тут и пирог с рыбою, и былык янтарный, и икорка свежепросоленная, и грибки разные, и мед сотовый, и яблоки моченые. Были с квасом, глечики, медом и еще каким-то взваром, от которого кругом разносился заманчивый дух. – Кушай во здравие! – пригласил Келлер с поклоном. – Не взыщи, не изготовились принять. – Чего уж больше, – отвечал Курский. – Я и не помню, помню, как ужинал так обильно когда. – Но мой дорожный товарищ и кони наши упокоили твоего холопа, и коням овса Дадина не тревожь своей милости. Утолив голод, Курский только что налил себе кружку меду, как увидел в дверях отца Серапиона. – Ну, что, сын, насытился, чем Бог послал, начал игумен, подходя и усаживаясь так же около стола. – Мясное явство, прости, и для мирян у нас не готовится. – Нынче, к тому же, день постный, для монастырской братья и рыбы не положено, но в пути сущем и в море плавающем святыми отцами особо пища разрешается. – Кушай во здравие! – Много благодарен святой отче, – отвечал Курский, – сыт уже по горло. – Вот, мед ком еще запить? – Что за вкусное питье? – Да, пойло доброе. – Меды у нас ставленные, тоже про одних лишь дорогих гостей. – Сами мы, иноки, квасом пробавляемся, а варенухи наши еще не отведал ты? – Нет. – Так выкушай, посошок, – продолжал хозяин-настоятель, наливая гостю полную чару ароматного взвара. Из вина, вишь, и меду с пряными коренями сварено. Изрядный по сей части у нас отец чашник. Горе вот только, что сам уж не в меру падок до своих взваров, того гляди, отставить еще придется. Словно про себя в сердцах пробормотал строгий начальник обители. – Не погневись, святой отче, – заговорил тут Курский. – Коли, я спрошу тебя по всей простоте, будет ли, как полагаешь, от запорочцев моему царевичу в ратном деле помога? – Помога-то была бы, как-нибудь. – Их хлебом не корми, дай лишь повоевать, – подтвердил отец Серапион. И, оглянувшись на дверь, понизил голос. – Но поразмыслил ли ты, сыне милый, на кого ты с ними ополчаешься? – На родичей своих, москвичей? – Но чтобы возвести на прародительный престол настоящего царя московского. – Да ведь запорожцы-то, как они мне не любы, – сказать келейно, – народ зелодикий, буйный, конь одичалый без узды, саранча египетская, пламя всепожирающее, пущенное по сухой степи, все кругом себя губящее нещадно. – Слышал ее сам я, отче, будто жгут они, грабят, режут. А служителей божьих, ксензов польских и монахов живьем в пламя бросают. В порыве негодования подхватил игумен. Пусть те не нашей истинной веры, а все же по своему уму-разуму Господу Богу служат. Неужто, отче, они поступают так и со служителями церкви? Ведь короли польские сами давали войску запорожскому грамоту на защиту Святого Креста от полчиш мусульманских. А что же ты поделаешь, свольницы, у кои ни кола, ни двора, а по часту ни чести, ни совести? Кто ведь идет в сети запорожскую? Всякая голь перелетная с Украины, с Польши, с Руси, характерники, гультяи, коим терять нечего, беглецы от власти и закона. Но и Рады, отче, есть же свои власти, свои законы у Рады Запорожской. Как ни быть, есть. И ослушники от он их наказываются столь же строго, может еще строже, чем в ином войске. Да закон-то для них писан лишь постольку, поскольку запорожец приступает права своего товариста запорожского. Товариста для запорожца – святыня, что храм Божий. Он сам на него не посягнет, ни другим не даст пальцем его тронуть. Зато вне сечи, да на походе для запорожца, не писано ни своего, ни иного какого закона. И являет он лютость неслыханную, сатанинскую. Так вот, касатик мой, чью помощь ты против родной Москвы призываешь. Потекут за ними потоки крови. По долгу пастырскому призываю тебя пожалеть своих братьев, пожалеть и себя. На твоей совести будет кровь их. На минутку Курский задумчиво потупился, но вслед затем тряхнул головой и глянул в лицо настоятелю прямо и решительно. Ты, святой Отче, выполнил долг твой. Не препятствуй же и мне выполнить долг мой тому, кто меня к себе как друга приблизил, кому я крест целовал и ради кого готов теперь пить смертную чашу. Суровый служитель Божий, сидевший, опершись рельвиною головою своей на руку, метнул на говорящего одиноким глазом молнии огненную. Но прямодушная молодость, свежая мощь, веявшая от всего существа юного гостя, разгладили насупленные черты инока. Не токмо по долгу пастырскому, но и по доброй памяти о незабвенном родителе твоем, царствие небесное, остерегал я тебя, сыне мой. Заговорил он, значительно уже мягче. Купно с ним, искуснейшим страдиком и воителем, татарву громили и под Тулой, и на Шевроне, и под Казанью, великим градом бусурманским. Что тут огненного бою, стрел и камень на нас пущено было со стен и башен? Когда же бились под самыми стенами, начали бить они на нас и бревнами метать. Много нас на приступ пошло, мало вспять убралось. Были же у нас по велению цареву, под стены подкопы подведены, бочки с порохом подложены. Крикнул клич князь Андрей Михайлович. Геи вы, пушкари мои, кто на порохе мне зажжет свечу? Призадумались пушкари, стоят, молчат. Аль мне, князю самому идти? Вышел тут молодой пушкарь, осенясь крестом, зажег свечу. Рассказчик умолк и как бы в забытье устремил свой единственный глаз неподвижно в пространство. И стены разметало, и город был взят, да сказал Курбский. Настоятель молча головой кивнул. А пушкарь тот же, и праху его я чай не доискался. Ответом был такой искрометный взгляд, что Курбский вдруг догадался. Это был ты сам, отче? Отец Серапион не возражал, а прикоснувшись пальцем к впадине своего вытекшего левого глаза, произнес тихим голосом. Тем порохом, чем стены разметало, и свет Божий из очей моих выжгало. В те поры и правое око у меня помутилося. И дал я Господу моему обет такой. Буде возвратит очам моим свет свой, отдать себя на вечное ему служение. И внял Господь, исцелил меня. Стал видеть я правым оком зорчи прежнего. Последним иноком принят был в эту самую обитель, а вот к концу дней привелось всею обителью править. Камень, отверженный, стал главою угла, ревнителем древнего благочестия. Именем Господа разрешаю, разрешаю и наставляю. Покаяние налагаю, богословляю. Так-то вот, сын любезный, заключил игумен свой рассказ. Поведал я тебе о себе затем, дабы знал ты, отчего я умилился над тобой. Так что же ты, вопреки мне, все же и едешь-таки за помощью запорожцам? Прости, отче. Но как же мне не ехать? Скажи, коли я от царевича своего к ним послан. Да он сам, поверь мне, не даст им слишком лютовать. Средь регулярной королевской рати им и без того придется подтянуться. Может, ты и прав. По всему, что слышно, именующий себя царевичем Дмитрием, ведет себя, как подлинный сын царский. Да, он и есть сын царский, воскликнул Курбский. Я сколько вот времени был при нем, слышал, почитай, каждое его слово, он всегда тот же. Тебе, сын мой, виднее, глубоко вздохнул отец Серапион. Как бы то ни было, тот, кто сидит ныне, нынче на престоле московском, как сказывают, покушался на жизнь царевича Дмитрия. И, спасся от его убийц, царевич или нет, а году нову на престоле уже не место. Чинить помеху тебе я не стану. Твори волю пославшего тебя, как велит тебе Бог и твоя собственная совесть. Спасибо, отче. Великое спасибо. И в коне мне ты теперь не откажешь. Конь-то у нас для тебя вряд ли подходящий найдется. Но скажи-ка, бывал ли ты уже когда-то на Запорожье? Не довелось. И наших порогов днепровских стало, еще и не видел. Надо бы тебе их посмотреть. И был бы у меня для тебя добрый попутчик. А доложил бы ты меня немало. Да я, отче, рад для тебя сделать все. Кто этот попутчик? От отрок один. Поутру уже вас ознакомлю. Закалялись мы с тобой. Закалякались. Отче у тебя, соколик вишь, сами собой слепаются. С усмешкой прибавил настоятель. Вставая, ложись-ка сейчас, и да не спошлет тебе Господь под нашей мирной кровлей мирных сновидений. Глава пятая. Попутчик. Проснулся Курский поздним утром от стука растворяемой двери. Перед ним стоял его стременной Данила Дударь. Юноша быстро приподнялся с ложа и оглянулся на конца. Сквозь его слюдяные стекла высоко стоящее солнце рисовало на белом, не крашеном полу толстые полосы решеток и мелкий свинцовый переплет. «Да я никак проспал за утреннюю». «Эвана!» Рассмеялся в ответ запорожец. «Сейчас того, гляди, к обедни затрезвонят». «Так как же ты, Данила, не разбудил меня?» Отец-настоятель не приказывал. «Пускай где выспится?» «Долгий путь впереди». «А что, бедный вихрь мой?» «Да что, ваша милость, ногу ему еще пуще вздуло. Показал я его здешнему лекарю, тот только головой помотал. Быть ему, мол, весь век хромым. Ну да святые отцы его тут упокоят. А вот не разберу я, что у отца Серапиона на уме. Выходя от за утренние, поманил меня пальцем, стал пытать, езжал ли я когда-либо днепровскими порогами. «Не токмо езжал», говорю. «А не счет на раз своеручно душегубку скрозь пекло проводил». «Добро», говорит. Кивнул и оставил меня стоять. «Порогами вниз, что ли, пустить нас хочет?» «Верно, что так». И мне вечер про то намекал. «О каком-то попутчике, отроке, говорил». «Ова!» Третью неделю уже, слышь, врачуется в воздействнем шпитаке сынок самой Лыкошки. «Как?» «Кашевого атамана Запорожского, про которого ты мне рассказывал?» «Эге!» «К отцу всечь со стариком дядькой собрался. Да дорогой беда с ним приключилась. Упал с коня, да плечо себе повредил. Верхом-то ехать ему теперича знать и не способно». Когда Курский, умывшись и одевшись в сопровождении Данилы, вышел из своей кельи, полутемный крытый переход и повернул в сторону переднего крыльца, оттуда донесся вдруг такой хватающий за душу болезненный вопль, что молодой князин сдрогнул и невольно остановился. «Что это такое?» спросил он. «А, Кликуша!» ответил Запорожец. «Отец Серамифион до обедни. Вишь, с богомольцами беседу ведет. Всякому в утешении доброе слово скажет, но и бесов изгоняет». Пронзительный вопль повторился. «Иди!» «Один, Данила. Я пока туда не пойду», – сказал Курбский и, взяв в противоположную сторону, рядом переходов выбрался на открытый воздух, как оказалось в монастырский огород. Среди груш и яблонь тянулись гряды с разными овощами, пышными подсолнечниками, пунцовым маком. Воздух кругом был напоен духом трав, гудел пчелиным жужжанием, а вот под деревьями показался мальчик лет тринадцати с подвязанной правой рукой, судя по наряду, из зажиточных казаков. И с ним старичок-служитель. Сынок самой Лыкошки, сообразил Курбский и пошел им навстречу. Теперь его заметили, и миловидное, почти женственное, смуглое лицо мальчика залило румянцем, но словно устыдясь своего смущения, он откинул Курбского гордым, чуть не враждебным взглядом. Курбский улыбнулся и, пожелав обоим доброго утра, обратился к дядьке с вопросом, скоро ли обедня. «Да вот отцу-настоятелю только бы Кликуша утихомирить!» – отозвался старик, внимательно оглядывая также молодого князя с головы до ног. «Как накрыл и Петрахелью, тотчас перестало биться. Я нарочно увел оттуда Гришу, то бишь Григория Самойловича. Потому Кликушество, как злая зараза, особливо к слабосильным прилипло, а Паныч мой не совсем еще оправился от болезни. Какая же то болезнь, Яким?» Щел нужным оправдаться в глазах Курбского Гришук и снова краснея плечо не свихнул Паночка, а ключицу переломил. С горячностью прервал его Яким. И очень довольный, казалось, найти нового слушателя для своей не раз уже, конечно, повторенной истории о постигшем его Панича злоключении. Продолжал. «Едем это мы лесочком, ничего не чая. Меня старика от зноя знать и распарила. Укачала, сижу себе в седле, носом рыбу ловлю. Вдруг, Панич мой, глянь-ка, Яким, что за чудо? Не клад ли какой? Гляжу в прогалине, средь травы до цветов лежит, словно бы, большущее железное колесо. На солнце, как жар горит. Кри, мать Божья! То змеи лютые желтобрюхи колесом свернулся, на солнышке греется, а он, младенец-то, несмышленыш, за золото червонное его принял. Назад по нищу, то желтобрюх и куда? Упирается конь у него, фыркает, а он его еще нагайкой, нагайкой. Конь на дыбы, да копытом хвать в середку колеса. Развернулся змей, зашипел, коню ноги обвил. Ну, конь, как ошалелый вбок, и молочек мой из седла. Первым делом я, знамок, коню, чтобы от змея вызволить. Голову чудовищу одним махом отсек. Ан, птенчик мой, глядь, в траве лежит, недвижин, бездыхан. Головой о корень ударился, застенчиво пояснил со своей стороны панеч. И головушкой, и плечиком. По алым губам мальчика пробежала плутоватая улыбка. Только голова покрепче плеча оказалась, сказал он. Уцелела. Шути, шути, укорил дядька. И висок себе до крови раскрыл, а плечо и совсем поди, попортилось. Как, спросит Сечи, как могу хоть рассказать, что вместе с тобой в бою побывали? Не унимался Гришук. Указывая на правую руку дядьки. Что Яким побывал в бою, свидетельствовал глубокий шрам, пересекавший ему лоб и бровь. На изъян же в правой руке его Курский обратил внимание только теперь. Из рукава старика торчал обрубок кисти без пальцев. «Но как ты, любезный, саблей владеешь?» спросил Курский. Аль левой рукой? Левой, словно нехотя, ответил дядька, пряча свою поврежденную руку и перевел речь снова на своего питомца. Благо! Хошь, не так далеко было до обители-то. Благодарение Богу да отцу лекарю плечо у него теперь заживает. А все же на коне, да и свечи ехать, папа опасно, растрясет, ехать же надо бы ни дня, ни измешков. Родитель твой там, слышно, крепко занемог. Участливо отнесся Курский к молодому сыну атамана. С чего это с ним приключилась беда? Веселое только, что лицо Грищука разом опечалилось. И на длинных ресницах его блеснули слезы. Он хотел ответить, но углы рта у него задергало, и он закусил нижнюю губу, чтобы не расплакаться. Светик ты мой, соколик мой, ну полно, полно. Не малыш ведь, слава Богу, ласково заближал на него дядька, а затем ответил за него на вопросы Курского. Да изволишь видеть, который год уж батька его ушел от семейки своей всечь. Не потому, чтобы, нет, жили они с жирнкой ладно и совестно. До старого казака, все знаешь, всечь тянет, что волка влез. Но, а на поход противу Турчины, как потонул старшой скалозуб другого, окромя пана Самойлы, на место его не нашлось. И должен был он отречься от семьи родной, чтобы попасть в старшее. Да как же ему было отказаться, коли его выбрали, вступился тут же за своего батьку Гришук. Откажись он, так погубил бы с собой, может, все войско. Но сердца в груди не замолвишь, подхватил старик дядька. Пали до пана Самойлы слухи, что жинка у него скончалась, а была она у него добрая, смиренная, по хозяйству заботливая. И затужил он, затасковал так. Заговариваться начал. Как сведали мы о том в Белгороде, так и собрались. Вот с Паничем всечь проведать родителя из четырех птенцов, единственный ведь остался. Увидав сынка, как знать, может, в себе опять придет, утешится. Дело доброе, святое дело, сказал Курбский. Я сам тоже всечь путь держу. Упредил меня вечер настоятель, что есть мне юный попутчик. Так, так, живостью поддакнул Яким. Ведь ты, прости, князь Курбский. Курбский, сказывал он, но нынче, и нам про тебя. С тобой он нас охотно порогами пускает. Яви такую милость, чтобы птенчику моему грешным делом какого дурна не учинилась. Вот и к обедни прервал сам себя старик. Отстоишь с нами? Отстоишь?